сегодня забежала ваша выбираю зонтик для террасы мой уже такой в такую пришел негодность что ним вообще нельзя пользоваться вот но я уже года два выбираю никак не могу выбрать то цена не подходит то конструкция не подходит но в большинстве случаев конструкция не подходит вот сегодня смотрю какая мебель есть вообще для сада огорода но и мне кажется что все такое какое-то темненькое мрачненькая особенно зонт вот такого цвета не очень на солнечную погоду под ним можно наверно будет сжариться вот выбираю а ваша не сегодня италия то есть видите подборка итальянских продуктов которых наверное в обычный день можете не так легко найти давайте пробежимся посмотрим на цены и на то что ашан нам приготовил вот тут разные пиццы уже готовые разные такие деликатесы итальянские здесь песто я очень люблю кто не пробовал обязательно попробуйте песто вместе со спагетти очень очень вкусно но я одного только вида люблю не люблю с томатной пастой вот а с базиликом это очень и очень вкусно я его добавляю также не то как спагетти а сейчас давайте посмотрим на полочки с кофе итальянский кофе есть такие которые но трудно найти видите даже ашан уже выпускает какую-то итальянскую линейку цена видите 10 злотых за баночку со скидочкой вот это ловаться очень известный кофе наверное все его знают вот разные марки даже не всем неизвестно тем более что я уже лет 20 кофе вообще не пью так что я на эти полки совершенно не смотрю так что могу вообще быть как стать дилетантом в этом деле потому что за эти года многое уже изменилось и появилась нового новых много брендов но те что пьют и знают смотрите вот какая классная скидочка то возможно что-то для себя новенькая интересненькая увидят скидочки классные а здесь у нас сладости итальянские шоколад батончики вот 72 процента шоколада это очень классно с добавочками разными фруктовыми цены тоже итальянские 85 процентов шоколада такого я не видела еще такой большой состав вот разные конфетки пролинки очень большой выбор кто знаком с итальянскими сладостями пишите в комментариях что стоит попробовать а здесь все с томатами с помидорами посты разные там от посты и на суп и на вторые блюда в баночках скляночках некоторые товары я знаю которые постоянно находятся в ашане а некоторые вижу впервые вот такие цены вот даже есть на акции посмотрите сколько видов этих томатных произведений искусства зашла одним глазком глянуть в обувной отдел и наверное сейчас отсюда во буду убегать запах невозможно от этой резины можно просто получить инфаркт сердца я сейчас нахожусь с вами в таком райончике который был который строился 60-х годах прошлого века и давненько тут не было помню как здесь было раньше здесь было много деревьев и совершенно двор выглядел иначе сейчас жители загородили этот паркинг и навели здесь порядок смотрите какая плиточка лежит и мест полно для парковки никто чужой не заезжает приятно видеть как вот такие старые места облагораживаются а здесь кусочек старой тропиночки еще с тех времен здесь еще не успели поменять в основном вот такая плитка была или какой-то старый асфальт вот она ведет к другому дому здесь соединяется прошлое и настоящее вот такой мостик очень люблю эти кусты я им по я вам показывала не у меня цветут также около дома и здесь тоже они создают такое очень классное настроение я всегда когда их вижу останавливаюсь и любуюсь прекрасные кусты многие называют их невеста здесь хочу вам показать раньше был пустырь и через этот пустырь мы ходили на переходили на остановку короче здесь люди пересекались и дома дома как никакого здесь не было вот болото было такое но и в дожди не пройти не проехать короче вот такое заброшенное место хотя здесь вокруг улицы и инфраструктура тоже есть и ходили слухи в одно время что здесь должна быть гостиница что будут строить гостиницу хотя место для гостиницы тоже было не очень как бы подходящие но такие слухи были потом все заглухло не опять был этот пустырь и долго и нудно грязно короче а вот года два назад из фондов евросоюза и из фондов также городских я точно не знаю но евросоюза деньги здесь точно поучаствовали вот так облагородили сделали детскую площадку и также тренажеры все огородили посмотрите посадили кусты деревья лавочки место просто ожило единственный минус это то что здесь много транспорта но насадили деревья может это как-то так все поприкрывает но конечно же качество воздуха не будет супер если здесь во всю ходят машины во всех всех почти сторон но все равно есть где прийти с ребенком огорожено и очень даже приятно вот такой зонтик и я приобрела ваша не цвет у меня другой кофе с молоком такой бежевый ясно бежевый цвет такой темный я не хотела был последний я очень довольна решили сделать попкорн я купила такой такой и такие зернышки вот одну третью пакетика мы сделали и получилась огромная кастрюля сорт очень хороший мы очень довольны делаем третий раз вот такой пакетик пол килограмма здесь три с чем-то злотых очень выгодно очень вкусно и сорт очень хороший если увидите берите а вот мой кустик который я вам показывала в городе вот так он цветет у меня в саду и я всегда выхожу и ним любуюсь красотища а здесь у меня во всю цветут ландыши прямо на участке они размножаются со скоростью звука все говорю и говорю о запахах весенних о сирене о ландышах они показывала вам в этом году еще свою сирень вот такая она у меня обычная и запах обычный но какой же приятный и ароматный вы любите сирень а если нет то какие весенние запахи вам по душе а вот еще одна красота возле моего дома еще один чудесный кустик который меня сейчас радует жаль что он не цветет весь сезон погода прекрасная впускаю лето в дом и мою окна наконец-то я люблю это делать когда светит солнце и когда очень хорошая теплая погода поэтому использую момент и занимаюсь этим нужным но очень не любимым делом к сожалению я это делать не люблю но надо еще одно важное дело сегодня это посадить цветы уже на улице в такие большие горшки сделала себе вот такие черенки и сегодня этим займусь уже корешки пустили поэтому пора вот мои горшки сейчас сюда буду садить мои череночки один раскололся но ничего такое тоже бывает а я принимаюсь за работу вот моя черная смородина я переживала что ее мало но и и будет очень много в этом году я на быстренько уже растет а здесь после долгого перерыва у меня черноплодная рябина конечно классно когда поют птицы и вы это сейчас можете слышать но смотрите что они наделали за одну ночь у меня на вымытых ступеньках вот такое безобразие они чистят наши водосточные эти как они называются не трубы только не карнизы но вы поняли о чем я говорю там вода стекает по такому же лобку вниз водосточную трубу вот и сейчас видно строят гнезда и вот это они ищут материал для своих новых домишек вот еще одно место их бурной деятельности вроде бы ничего особенного но сядешь на минутку и не можешь оторваться вот так Субтитры сделал DimaTorzok